Здравствуйте, дорогие дети! Мы продолжаем решать задачи на рациональное неравенство. Сегодня ты научишься решать рациональное неравенство методами интервалов. Что вы должны знать на данный урок? Первое. Линейное неравенство и методы их решения. Второе. Квадратное неравенство и методы их решения. Теорему Виета для решения квадратного уравнения. А также формулы сокращенного умножения. Вспомним алгоритм решения дробно-рациональных неравенств методом интервала. Или иногда он называется метод отрезков. Первое. Привести ваше неравенство к следующему виду. Второе. Разложить числитель и знаменатель данной дроби на линейные множители. Определить корни, которые обновляют данные линейные множители, и отметить их на числовой оси. Следующее. Разделив на промежутки, вы должны определить знак вашего выражения. И выбрать необходимый ответ, который удовлетворяет условию вашего неравенства. Приступим к решению примеров. Первое неравенство. Х плюс 2 деленное на 22 минус 4х. Больше нуля. Первое, что вы должны отметить, неравенство строгое. Определим корни, которые обновляют числитель и знаменатель. Для числителя это х, равное минус 1. Для знаменателя это 5,5. Отметим данные корни на числовой оси и разделим на промежутки. Необходимо определить знак вашего выражения в данных промежутках. Если подставим число меньшее минус 2, вы получаете, что ваше выражение верно, отрицательное. В следующем интервале положительное, в последующем отрицательное. Так как мы договорились, что при переходе с одного промежутка на следующий промежуток, знаки чередуются. Давайте выясним, какой знак нам необходим. Так как наше неравенство строго больше нуля, нам нужны промежутки, где наше выражение будет положительным. То есть со знаком плюс. И ответ можно будет записать в виде и х принадлежит от минус 2 до 5,5, не включая оба корня, так как наше неравенство строгое. Или же можно записать наш ответ в виде неравенства. Задание номер 2. Попробуйте решить следующее неравенство самостоятельно. Конечно же мы замечаем, что необходимо преобразовать левую часть данного неравенства. То есть попробовать разложить на множители часть, где х квадрат минус 1. Мы можем, используя формулу сокращенного умножения, х квадрате минус 1 равно х плюс 1 умноженное на х минус 1, записать наши неравенства в следующем виде. Найдем корни, при которых наше выражение обнуляется. То есть запишем следующее уравнение. Так как произведение равно нулю, множитель должен быть равен нулю. Отсюда и выходит х равно минус полтора, х равно минус 1, а также х равно единице. Отметим данные числа на числовой оси и разделим на промежутки. Необходимо определить знаки вашего выражения в данных промежутках. От минус бесконечности до минус полтора знак вашего выражения отрицательный, то есть минус. Далее мы чередуем знаки по нашей договоренности. То есть будет плюс, в последующем промежутке минус, а потом плюс. Нам необходимо учесть, что наше неравенство меньше или равно нулю. То есть ответы будут записаны, включая данные корни и промежутки, которые имеют знак минус. И ответ у нас будет от минус бесконечности до минус полтора, включительно, а также от минус одного до одного, включая оба корня. Решение данного неравенства можно записать в виде неравенства. Задание номер три. Решим легкий пример квадратного неравенства. Для начала вам нужно определить, какие корни обнуляет ваше квадратное выражение. Верно, мы можем использовать теорему Виета, где выясняем, что при х равном минус 3 и минус 1 ваше квадратное выражение обнуляется. Наносим данные корни на числовую ось и получаем три промежутка. И легко выяснить, что в первом промежутке от минус бесконечности до минус 3 знак будет положительным. В последующем отрицательное и опять положительное. Заметим, что наше неравенство меньше или равно нулю. То есть неположительное. Мы ищем промежуток, где ваше выражение имеет отрицательный знак, то есть минус. Ответ можно записать. Их принадлежит от минус 3 до минус 1, включая оба корня. Или же в виде следующего неравенства. Задание четвертое. Попробуйте решить самостоятельно следующее дробно-рациональное неравенство. Давайте рассмотрим решение данного задания. Первым этапом для решения данного неравенства вы должны найти нули, числителя и знаменателя, разложив на множители каждый из них. То есть 3х в квадрате плюс 12х равно нулю. Можно вынести общий множитель за скобки 3х и будет 3х умножен на х плюс 4. Отсюда и выходит, что первый корень равен нулю, а второй корень минус 4. Разложив на множители знаменатель, используя формулу сокращенного умножения, вы выясняете, что третий корень равен минус 5. Нужно заметить, что корень минус 5 встречается дважды в данном неравенстве. Следующим этапом решения неравенства нанести данный корень на числовую ось и разделить на промежутки. Когда будем отмечать знаки в данных промежутках, нам необходимо учитывать, что число минус 5 дважды обнуляло ваш знаменатель. То есть в промежутке от минус бесконечности до минус 5 у вас будет положительный знак. И в следующем промежутке опять-таки положительный знак. Потом отрицательный и положительный. Учитывая, что ваша неравенство меньше или равно 0, где ваше выражение имеет отрицательный знак. То есть х принадлежит от минус 4 до 0 включителя. Или же можно записать ваш ответ в виде неравенства. То есть минус 4 меньше или равно х и меньше или равно 0. Или же ответ можно записать в виде следующего неравенства. Задание номер 5. Решить следующее неравенство. Необходимо учитывать, что правая часть неравенства не равно 0. То есть нам необходимо перенести число 6 в левую сторону от знака неравенства. Выполняя действие переноса 6 в левую сторону и нахождение общего знаменателя, можно переписать ваше неравенство в следующем виде. Х в квадрате минус 6х плюс 8 деленное на х меньше или равно 0. Для решения следующего неравенства вам необходимо найти числа, которые обновляют знаменатель или числитель. То есть х в квадрате минус 6х плюс 8 равно 0. Используя теорему Виета, легко выяснить, что х1 равно 2, х2 равно 4. И мы видим, что знаменатель обнуляется при х равное 0. Нанесем данные корни на числовую ось и разделим на промежутки. Определим знак в данных промежутках. При первом промежутке наше выражение отрицательное. Потом положительное, опять отрицательное. И чередуя знаки, мы выясняем, что при последнем промежутке знак нашего выражения будет положительным. Посмотрим на знак неравенства, меньше или равно 0. То есть нам необходимо переписать промежутки, где наше выражение отрицательное. То есть х принадлежит от минус бесконечности до 0. Не включая 0. А также от 2 до 4, включая оба корня. Заметим, что мы не включаем число 0, так как он обнуляет знаменатель. А мы не можем разделить на 0. Или же можно записать наш ответ в виде неравенства. Задание номер 6. При каких значениях х имеет смысл следующее выражение? Учитывая, что любое число или выражение под знаком квадратного корня должен быть неотрицательным, мы можем переписать следующее неравенство. То есть х в квадрате плюс 7х плюс 10, деленное на 6 минус х, должен быть больше или равно 0. Используя метод интервалов, легко решить следующее неравенство. Находим нули для знаменателя и числителя. Отсюда и выходит, что первый корень минус 2, второй корень минус 5, третий корень х равно 6. Нанесем данные корни на числовой оси и отметим промежутки. Выясним знак вашего выражения при данных промежутках. Верно. Подставив любое число меньше минус 5, мы выясняем, что знак вашего выражения положительный. В следующем промежутке отрицательный. Итак, чередуем наши знаки. То есть положительное и отрицательное. Учитывая, что ваше выражение должно быть больше или равно 0, мы выбираем промежутки, где знак положительный. То есть ответ от минус бесконечности до минус 5, а также от минус 2 включительно до 6, не включая 6, так как 6 обнуляет знаменатель. Или же можно переписать данное решение в виде неравенства. То есть именно при этих значениях переменной х ваше выражение имеет смысл. На этом наш урок подходит к концу. Мы сегодня решали рациональное неравенство, а также определили область допустимых значений для одной функции. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok